Об этом фейке и не только поговорим с нашей следующей гостью. Это Виктория Романюк, заместитель руководителя проекта «Стопфейк». Добрый день. Здравствуйте. Ну вот, да, склепать такой фейк, как говорится, дело трех минут. Распечатать объявление, клеишь его на какую-то дверь, делаешь фото и все. Можно писать, посмотрите, что висит в Бундесвере. Но вот только немецкому командованию специальной подготовки довелось комментировать весь этот бред и говорить, что они к нему не причастны. Я хочу сказать о том, что сейчас очень много говорится и в предыдущем включении также речь шла о выступлении Владимира Путина. И все очень детально рассматривают нарративы, которые он сказал, и вот нарративы фактически не изменились. Российская пропаганда в течение последних восьми лет глобально ничего нового не показала своими приемами, технологиями и нарративными тенденциями. Основная тема – это то, что Украина является фашистской державой, и этот нарратив мы вновь и вновь встречаем в различных сообщениях, и даже в таких абсолютно банальных, глупых и смешных, о которых вы вот привели пример. И здесь, безусловно, абсолютно нет никакого значения, насколько сложный фейк технологически представлен. Здесь очень важно вновь и вновь, вновь и вновь повторять какие-то тезисы, нарративы о том, что Украина – фашистское государство, она несет опасность для мира, и уже даже якобы европейские страны, европейская власть это осознает. И этот фейк, который сейчас вы привели в пример, ну как раз об этом. Нет абсолютно никакого значения, какова технология. Сложная. Либо же это дипфейк, то это фотошоп. Очень важно просто вновь и вновь повторять какие-то тезисы, которые запоминаются неподготовленному интеллектуально, морально зрителю. И, наверное, это одна из причин, почему российская публика верит в такие глупости. Ну а то, что официальным власти вновь и вновь приходится комментировать такие вещи, это тоже понятно, потому что журналисты, медиа и фактчекинг пытаются на таких официальных основаниях развенчивать всю неправдивую информацию. Мы, как фактчекеры, не можем просто говорить, что это неправда, потому что мы так думаем, мы должны всегда опираться на официальную позицию. Поэтому, естественно, отправляются запросы и к военным, и к властям с просьбой дать ответы даже на такие глупые сообщения. Потому что здесь очень важно систематически действовать и принимать контрмеры на систематическую ложь и систематическую дезинформацию. Ну вот весь мир пристально следил за визитом президента США Джо Байдена в Киев, затем в Польшу. Понятно, что российская пропаганда тоже следила. И вот вчера во многих российских СМИ появились заголовки «Байден пообещал Украине тяжелые времена». И якобы он сказал это во время своего выступления в Варшаве. Вот здесь, да, как они сработали, что-то вырвали из контекста, что-то перекрутили. Знаете, а вот расчет, наверное, был на то, что мало кто послушает оригинал выступления. И вот, как наш предыдущий гость говорил, Илья Пономарев, выступление-то само не покажут на федеральных каналах. Абсолютно. Это такие вольные интерпретации российской пропаганды, в первую очередь, для российской аудитории, того, что происходит в мире и те реакции, которые происходят на военные действия России в Украине. Безусловно, Байден не говорил этого. И предыдущий ваш оратор и спикер в прямом включении уже процитировал эту цитату. Байден сказал, что Украина не станет победой России. Но пока Украина продолжает защищаться от российской агрессии, от российского наступления, мир и в том числе Европа будет переживать тяжелые времена. Об этом шла речь. Но речь не шла о том, что в Украине теперь будут тяжелые времена. Нет. Он вновь и вновь подчеркнул значение этой войны для всего мира. И, конечно же, роль России в этом ужасающая и ключевая к тому, что виновны в этой трорезе россияне. И России здесь нет никаких сомнений. Почему российская пропаганда перекручивает такие истории? Во-первых, потому что, естественно, никто не покажет. Естественно, никто не посмотрит. Да и никто не будет хотеть этого делать, потому что все достаточно глубоко погрузились в контекст российской риторики. И мне кажется, что намного легче слушать ложь и слушать версии, которые транслируют пропаганда, нежели разбираться в каких-то деталях, в каких-то цитатах и пытаться включить критическое мышление. И здесь еще очень важный момент, который я также хотела бы сказать. Российская пропаганда работает в условиях информационного мусора, когда различных лживых сообщений очень много. И человек, в принципе, он не имеет возможности все это сортировать, перебирать, как-то классифицировать и анализировать, потому что, ну, уж очень много лживых сообщений. И в этом потоке информационного мусора, как мы говорим, конечно же, люди что-то отметают от себя, что-то обговаривают, что-то берут на веру. Но, в общем, очень важно здесь для пропагандистов создать атмосферу и ощущение за соренность информационного пространства, различными сообщениями, которые просто не позволяют нормальному человеку включить аналитическое и критическое мышление. Ну вот это, конечно, не все фейки, связанные с этим визитом. В социальных сетях и на многих российских сайтах распространяют информацию о том, что президент США Байден якобы отдал Зеленскому срочный приказ активизировать боевые действия и начинать контрнаступление украинской армии. Но, что интересно, да, при этом российские СМИ ссылаются на статью издания «Политика». В оригинале ведь такого не было. Расскажите, снова, да, вот все перекрутили и поставили с ног на голову. Да, в оригинале такого нет. В статье идет о том, что Украине так или иначе нужно быть готовым к новому наступлению и наступлению России. И, конечно же, это очевидная вещь, потому что мы все понимаем угрозы, которые существуют. Но каких-то приказов совершать какие-то нападения или еще что-то об этом в статье не говорится. Почему? Очень интересно, почему российская пропаганда постоянно ссылается на западные издания и придумывает фейки, которые связаны именно с известными западными изданиями. «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Политика». Это придает авторитетности таким сообщениям. Это снимает ответственность определенную. «Ну вот смотрите, это же не мы говорим, это же говорят западные медиа и журналисты». Это усиливает веру аудитории в такие сообщения, потому что в постсоветском пространстве у аудитории существует какое-то такое ощущение, ощущение, да, и чрезмерная вера к западным журналистам и ощущение их как авторитетов информационных. Поэтому российская пропаганда очень часто использует такой прием и создает различные фейки и манипуляции, ссылаясь на, или просто указывая, ссылаясь на западные издания. Во вторник Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Речь на два с половиной часа. Вы уже сказали о том, да, что количество фейковой и ложной информации просто зашкаливало. Ну, для начала, да, как обычно, это не они развязали, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. В Украине процветает нацизм, образ Запада, так как Тихой Гавани, оказался фальшивкой. И те, кто этого не понял, они многое потеряли. Ну, это основные такие нарративы. Были еще какие-то, да, или все как обычно? Все как обычно. Ну, вот как-то даже совсем скучно, потому что действительно за время этой войны никаких новых глобальных нарративов не появилось. В принципе, обвиняя Америку в том, что она развязала войну, здесь российская дезинформация тоже не оригинальна и не нова, и она делала это уже много раз. И, в принципе, здесь просто, возможно, изменились какие-то акценты, потому что именно акцент на том, что именно Америка развязала войну, он сейчас как-то так острее стоит, нежели месяц назад. Месяц назад все же говорилось о милитаризации, фашизме и о том, что Россия идет забирать какие-то свои территории. Сейчас вот акцент на Западе и роли Соединенных Штатов Америки, он стоит острее. Еще один вброс, который активно разгоняли на этой неделе, я не могу об этом не спросить. Якобы в Одессе очевидцы обнаружили радиоактивный груз из США, который пытаются тайно везти в Украину. И сообщают, что это были бочки, они прибыли 19 февраля, и вот при их приеме были отключены сканеры, фиксирующие радиацию. Также утверждается, что спустя некоторое время несколько человек заболели, и это были работники порта. Ну вот это, да, любимая тема. Биолаборатории, радиация, опасные вирусы. И, конечно же, все это поступает к нам из США. Смотрите, каждый раз, когда мы наблюдаем какие-то очень важные события, сейчас у нас годовщина начала войны, приезд Байдена, выступление Путина. В принципе, информационное пространство накалено событиями, что есть хорошо. Но как реагирует российская пропаганда? Она в ответ пытается сгущать краски и усиливать вот этот вот накал различными своими нарративными мифами и сказками, которые часто транслируют. И здесь традиционно в ход идут темы ядерной опасности, традиционно идут темы столкновения супергосударств, да, большие государства Россия и Америка, как Россию хочется это демонстрировать. То есть ей не хочется говорить о том, что она воюет там с какой-то Украиной, с какими-то украинцами, недогосударствами, как они очень долго говорили, а именно с большим серьезным противником. И на этом делается акцент сейчас. И, конечно же, вокруг этого большого серьезного противника создаются множество различных других угроз. Это угроза ядерной войны, это угроза тотальной милитаризации, это много-много других тем, которые выходят за рамки обычных пугалок. Да, это то, что является эмоциональным, психологически серьезным таким инструментом на многие целевые аудитории, и для россиян, и для украинцев, и для европейцев, и для американцев в том числе, потому что тема ядерного оружия, она как раз очень близка и очень актуальна для американцев и европейцев. Ну вот о социальной сфере пропаганда также не забывает. В телеграм-каналах и соцсетях россияне пишут, что в Украине якобы собираются лишать пенсии тех, кто выехал в Россию или проживает на временно оккупированных территориях. И утверждают, что пенсии будут лишать в целом или сокращать их. И это якобы одно из требований Международного валютного фонда. Вот какая цель этих вбросов? Напугать людей, настроить их против власти? Это продолжение темы фашизма, русофобии, ненависти украины, украинцев ко всему русскому, российскому и к тем, кто поддерживает россиян. Такие пугалки, они с одной стороны, они нацелены на тех людей, которые находятся сейчас на оккупированных территориях, чтобы усилить их страх и сомнения. И, конечно же, продемонстрировать российской аудитории, что да, действительно, здесь живут какие-то неадекватные украинцы, которые всем сердцем ненавидят россиян и хотят набредить любым способом. Это фейковая информация, речь идет о законопроекте, который связан с порядком выплат пенсии лицам, совершившим преступление против национальной безопасности. Речь идет о том, что людям на оккупированной территории не будут выплачиваться пенсии. Более того, пенсии будут выплачиваться, и уже существует официальный комментарий с алгоритмами, как это будет делаться для тех людей, которые временно не могут получить пенсию на укрпочке, условно говоря. Для них будут создаваться специальные счета в счетбанках, и позже они смогут получить эти деньги. То есть, на самом деле, ничего страшного не происходит, но здесь очень важно, действительно, с одной стороны, подчеркнуть эту глобальную, как пытаются навязывать и описывать россияне, русофобию в Украине, фашизму, ненависть. И, ну, как они говорят, они же говорят, что это же не против россиян, это же против своих граждан. Соответственно, очередной раз украинцы, якобы украинская власть, совершают преступления против своих людей. И вот эта риторика, эти тезисы, они очень важны для того, чтобы усиливать какое-то неверие у людей и страх на первых территориях, ну и, конечно же, показывать свою правоту в отношении украинцев и тех военных действий, которые совершаются на нашей территории. Виктория, спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии и пояснения за эту содержательную беседу. Я напомню, Виктория Романюк, заместитель руководителя проекта СтопФейк, была с нами на связи. Спасибо, всегда рады видеть.